Доброе утро, коллеги! С вами Исаков Роман и это ежедневный обзор основных инструментов валютных пар и индексов на предстоящий день. Среда, 11 июля и перед ночем, как всегда, напомню, что если вам нравится это видео, вам интересен данный формат обзоров, то не забудьте поставить лайк и ваши вопросы, ваши дополнения, которые есть, написать также в комментариях. Мы начинаем наш обзор, как всегда, с парой евро-доллар. По паре евро-доллар вчера мы смогли закрепиться ниже минимальные значения, которые были зафиксировать 9 июля, что в рамках часового таймфрейма нас приводит на текущий момент в фазу нисходящего движения. Это значит, что продажи на текущий момент имеют место быть, так как тенденции начинают двигаться в сторону основного тренда. Отмена данного сценария последует в том случае, если цена сможет уйти выше максимума в 9 июля, то есть пока этот уровень является оптимальным для установки стоп-лосса при входе на продажу. Цели по снижению, ближайшие цели, это область 1.15.60 и далее уже на 1.15. Ну а после обновления данных минимальных значений можем уйти и, соответственно, ниже. По паре британский фунт и американский доллар пока тенденция в рамках часового таймфрейма сохранится восходящая. На мой взгляд, здесь будет показательным то, как цена себя поведет вблизи максимума и минимума предыдущей торговой сессии. Если выйдем выше максимального значения, то с большей вероятностью тенденция восходящая продолжится. Но, на мой взгляд, здесь лучше ожидать начало нисходящей тенденции, но подтверждение этому произойдет в том случае, если цена сможет закрепиться ниже минимальной значения вчерашней торговой сессии, которые были зафиксированы по цене 1.32.22. По паре американский доллар и канадский доллар на текущем тенденция восходящая, которая у нас сформировалась вчера, сохраняется, поэтому покупки здесь также остаются в приоритете. Напомню, основное направление по данному инструменту также является восходящим, поэтому покупки здесь имеют важное значение. Ну и, соответственно, с точки зрения присоединения к данным покупкам, вчера была возможность заходить на ретесте уровня пробития максимума 9 июля. На текущий момент пока мы торгуемся все же близко достаточно к этому уровню и сегодня также с утра уже обновили локальные максимумы, что подтверждает сохранение тенденции восходящей. На текущий момент пока цели роста этой области 1.33.92, среднесрочная и долгосрочная цель, а ближайший разворотный уровень пока ставлен на минимальные значения 9 июля. Ну а сегодня по факту закрытия дня, если сможем удержаться выше минимальные значения, которые были зафиксированы вчера, то стоп-лосс уже можно будет скорректировать за минимум вчерашнего торгового дня. По паре американский доллар и японская иена после обновления локальных максимумов мы корректируемся. Вчера к концу торговые сессии закрылись в области 111.00. Сегодня обновили локальные минимумы, дошли до уровня 110.77 и на текущем тенденции восходящая в рамках пары американский доллар и японская иена сохраняется, но мы видим небольшую коррекцию, которая также даст возможность присоединиться на покупку в сторону основного тренда по данному активу. Ближайший разворотный уровень пока остается на отметке 110.33, поэтому все снижения, которые происходят, дают оптимальную возможность присоединиться по более интересной цене на покупку. Здесь, на мой взгляд, оптимальным будет являться уровень минимальной значения сегодняшнего дня, это область 110.77. По паре австралийский доллар и американский доллар, сегодня мы торгуемся ниже минимальной значения, которые были зафиксированы вчера. Это значит, что мы переходим в фазу нисходящего движения и тенденция нисходящая, которая образовалась по паре австралийский доллар и американский доллар, продолжается. Вот есть предпосылки на завершение данного восходящего коррекционного импульса и продолжение уже импульса нисходящего, то есть то, как это было и в течение всего года. Поэтому на текущий момент продажи по австралийцу имеют смысл рассматривать. Первый возможный в точке для входа – это локальный минимум вчерашней торговой сессии, то есть ретест уровня 74.29. Здесь можно использовать для входа и отложенной ордера, к примеру, sell limit. Но ближайший разворотный уровень находится на максимальных значениях 9 и 10 июля. То есть это тот уровень, за который разумно убирать стоп-лосс при торговле данной ситуации. И здесь получается возможность войти со стоп-лоссом порядка 55-60 пунктов. Ну и потенциал снижения здесь довольно-таки хороших, составляет порядка 120 пунктов. По паре евро-фунт на текущий момент тенденция восходящая сохраняется, пока не ушли ниже минимумов, которые были зафиксированы 9 июля. Поэтому область восходящего движения сохраняется. И следующая цель роста – это отметка 89.01, обновление локальных максимумов и движение по направлению на 89.70. В том случае, если евро-фунт уходит ниже минимумов, которые были зафиксированы вчера и позавчера, то в этом случае будем ожидать возобновления нисходящей тенденции по данному активу. Золото вчера во второй половине торговой сессии смогло закрепиться ниже минимальное значение, которое мы видели 6 и 5 июля, что в рамках часового таймфрейма нас приводит в фазу нисходящего движения по данному активу. А это значит, что продажи вновь становятся в приоритете. Ближайший разворотный уровень по последней информации находится на максимальном значении 9 июля, который был зафиксирован по цене 1266. Поэтому если рассматривать вход на продажи, то ближайший стоп-лосс убираем за этот уровень. Ну и собственно, чем ближе мы сможем к этому уровню войти, тем интереснее будет сделка по соотношению риск-прибыли. Нефть марки Brent вчера подошла к области сопротивления на максимальное значение 29 июня, отбилась от этого значения и сегодня с утра уже торгуемся ниже минимальных значений, которые были зафиксированы вчера. На мой взгляд, пока это не меняет общие картины по нефти марки Brent, общее направление сохраняется восходящим, уходим просто на второй заход для преодоления максимальных значений. Более затяжную коррекцию по нефтемарке Brent мы будем ожидать в том случае, если цена сможет закрепиться ниже минимальных значений 6 июля, которые были зафиксированы по цене 76.48. Ну а пока то снижение, которое мы видим, является коррекцией и основное направление восходящее по данному активу сохраняется. Индекс DAX уходит в коррекцию. Сегодня с утра закрепились ниже минимумов вчерашней торговой сессии, что дает предпосылки начала как раз коррекционного нисходящего движения, завершение которого даст возможность присоединиться по индексу DAX на покупку уже в сторону основного тренда. Ну и также обращу ваше внимание, если рассматривать продажи, то пока это контртрендовая стратегия и с ней нужно быть довольно-таки аккуратным, поэтому риски при входе на продажу по индексу DAX здесь нужно уменьшать. По биткоину тенденции нисходящее продолжаются. Напомню, мы отбились от уровня 6766 долларов за один биткоин и вчера обновили локальный минимум, то есть подошли к уровню поддержки минимальной значения начала июля. И, собственно, дальше следующие цели по снижению это область 5700 долларов за один биткоин. Тенденция нисходящая сохраняется. Ну и дальше, как ситуация будет развиваться, уже будем смотреть. Итак, коллеги, всем спасибо за внимание. С вами был Исаков Роман. Как всегда, всем желаю хорошего торгового дня. Не забывайте ставить лайк, если для вас этот обзор полезен. Ваши вопросы, ваши дополнения писать в комментариях. Всем спасибо за внимание и до свидания. Субтитры создавал DimaTorzok